Укрепляет сердце, кости и не только. Врачи назвали 5 причин, почему нужно есть эту ягоду. Медики рекомендуют употреблять до 250 грамм этой ягоды ежедневно, чтобы получить максимально положительный эффект для здоровья. Виноград – это одна из самых полезных ягод в мире благодаря содержанию витаминов, антиоксидантов и минералов. Ягода полезна практически для всех систем нашего организма, способствует укреплению здоровья и иммунитета. Рассказываем, почему нужно есть виноград, кому его употреблять нельзя и стоит ли есть ягоды с косточками. Какая польза винограда для здоровья человека? Снижает кровяное давление. Виноград – это мощный источник антиоксидантов, регулирующих кровяное давление, защищая сердечно-сосудистую систему от различных процессов воспаления. Также он способен снижать уровень плохого холестерина в крови. Укрепляет сердце, защищает от тромбоза. Употребление винограда увеличивает содержание в крови оксида азота, который не дает образовываться тромбом. Регулярное употребление ягоды также предупреждает риск сердечных приступов. Омолаживает. Благодаря содержанию витаминов А, и природных масел, содержащихся в косточках, виноград делает кожу более эластичной и упругой, защищая от преждевременного старения. Улучшает пищеварение. Виноград содержит в своем составе большое количество растворимой клетчатки, очищающей кишечник от шлаков и токсинов, мягко выводит их из организма. Виноград можно давать детям как слабительное средство. Снимает напряжение. Виноград оказывает положительное влияние на работу центральной нервной системы. Он способен восстанавливать энергию, успокаивать и снимать напряжение. Это все благодаря содержанию витаминов группы В, А и С, а также минералам и фолиантам, положительно влияющим на нервные клетки. Кому нельзя есть виноград. Ягоды не стоит есть в больших количествах. Беременным женщинам после 6 месяца. В этот период еще не родившийся ребенок может получить риски развития аллергии на виноград, особенно красного цвета. Виноград содержит много природных сахаров, поэтому нельзя злоупотреблять ягодами тем, кто болеет диабетом и имеет проблему ожирения. Если есть проблемы с печенью, цирроз, язвы или колиты, нужно воздержаться от употребления винограда. Также не следует есть ягоды, если есть воспаление полости рта или другие проблемы с зубами. Не следует сочетать виноград с такими продуктами. Кисломолочными, алкоголем, минеральной водой, сырыми овощами и салатами, жареной, острой или жирной пищей. Возможны проблемы с желудком и кишечником. Можно ли есть виноград с косточками? Ответ врачей. Виноград лучше есть с косточками, но нужно делать это правильно. Необходимо тщательно их пережевывать, а не проглатывать, тогда можно получить от них максимальную пользу. К примеру, виноградные косточки предотвращают развитие онкологии. Выводят шлаки и токсины из организма. Укрепляют сопротивляемость организма к вирусным и простудным заболеваниям. Нивелируют риск заболевания туберкулезом.